Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Bebris English. И мы с вами продолжаем наш важнейший плейлист Практический самоучитель английского языка, урок 2. Для вашего доступа все видео я добавляю в данный плейлист, который так и называется Практический самоучитель английского языка. И также вкратце отвечу на некоторые ваши вопросы. Действительно, мне очень нравится ваша обратная связь. Итак, скажите, Борис, Вы не планируете создать аналогичные курсы на испанском? Этот язык тоже очень востребован и тоже является моим приоритетом для изучения. Но сначала английский до конца добью. Значит, друзья мои, я надеюсь, что вы знаете, как меня правильно зовут. Здесь, возможно, какая-то ошибка. Меня зовут не Борис. Я думаю, вы понимаете. И по поводу курса на испанском, друзья мои, я хочу вам сказать, да, я знаю некоторые другие языки. Но дело все в том, что важно не просто знать, уметь преподавать. Если мы посмотрим на опыт преподавания английского языка, то, соответственно, за моими плечами не одна тысяча, не две тысячи уроков преподавания именно не только в видеоформате, а в режиме реального времени. То есть я провел не тысячи, не две тысячи уроков, а больше живых уроков. Насколько я помню. Если так вот посчитать. То есть действительно, посчитать несложно. Допустим, в день, значит, нередко было шесть уроков в день. Пять-шесть уроков в день. Допустим, если берем даже пять раз в неделю. Лучше давайте, допустим, за год, соответственно, берем, например, 300 дней по пять уроков. Получается 1500 уроков в год. И, соответственно, если я преподаю английский уже не один, не пять, и не семь лет, а больше, то считайте, сколько это живых уроков. Ну и плюс YouTube. Поэтому, друзья мои, я уверен здесь в своих знаниях. А что касается других языков, тоже уверен, но здесь нет такого опыта. Поэтому не хочу учить с какими-то, может быть, неправильными моментами. Хочу учить правильно. Поэтому давайте уже добьем до конца английские плейлисты. Далее. Отлично, что пишете на каких уроках, на каких плейлистах. Это очень приятно. Я пока на 118 уроке оранжевого плейлиста также ставлю лайки за продолжение. Да, этот плейлист приоритетный. Оранжевый плейлист. Далее. Видите, более подробные ответы. Вот, например, смотрите. Значит, помните вопрос, почему вы учите английский язык? Еще не все вроде отписались. Значит, видите, ответ. Выучить английский язык хочу давно. Иногда нужен в поездках, тренировка мозгов и, может быть, помочь поменять профессию. Вообще склонны к самообучению. Действительно, я считаю, самообучение это самое эффективное. И действительно, это идет тренировка памяти. Очень сильная и наша мозговая деятельность. Значит, многие написали, что нашли через поисковик. Да, я понял. Что занимаются многие по ранжевому плейлисту, вижу. Это действительно наш приоритетный плейлист. И что касается данного формата, показывает статистика, что данный формат востребован и действительно нет именно самоучителя. Что есть грамматика, но самоучитель и грамматик – это немножко разные вещи. И далее. Видите, также краткие ответы. Там, для каких нужд, иммиграция и так далее. Также есть предположение, соответственно, что мы создадим новые плейлисты. Плейлисты, соответственно, с нуля. Друзья мои, это не планируется делать. И вообще, на самом деле, запланировано довести, значит, соответственно, мы этот плейлист пока поведем. Поэтому, также параллельно оранжевый плейлист. Может быть, еще несколько, пару курсов каких-то. И, на самом деле, далее запланировано, ну, у меня запланировано прекратить мою деятельность на YouTube в рамках английского языка. То есть, материалов будет много. Пожалуйста, пользуйтесь, все материалы будут выложены, но обновление или загрузка новых видео не предусмотрена. Потому что у меня есть другие тоже приоритетные проекты, которым хочу заниматься. А здесь, пожалуйста, пользуйтесь, друзья мои. Поэтому, вот в режиме интенсива, действительно, как было сказано уже вот в комментариях, нашли, может быть, пять лет назад какие-то первые каналы. Действительно, много работы ведется. Но не хотелось бы только на этом замыкаться, друзья мои. Ну, поэтому, считаю своим долгом, как бы пока эффективно проработать. А дальше, друзья мои, поживем, увидим. Это так, такой небольшой анонс. Друзья мои, далее, значит, соответственно, значит, что мы с вами разберем? Это артикли. Значит, приняты говорить с артиклями в английском языке. Если единственное число, то мы ставим артикль. Значит, мы ставим артикль э. Например, собака. Мы говорим не просто dog, а a dog. Не просто, например, кошка. Cat. А мы говорим a cat. Например, вы хотите сказать, я вижу собаку. Вот я на английском языке, это I, вижу, see. Я вижу собаку. I see. Вот если просто сказать dog, это неверно. Да, вас поймут, но это неправильно. Можно сказать I see a dog. I see a dog. Я вижу кошку. Вы скажете I see a cat. I see a cat. То есть, мы с вами вызываем поставить э. То есть, смотрите, есть единственное число, то мы с вами ставим артикль э. Или же, так же n. Но n идет перед гласным звуком. Какие гласные вообще вы знаете? Какие гласные вы знаете? Значит, это a, e, i, o, также u, и также иногда относят y. Но здесь, что касается u и y, здесь есть некоторые тонкости. Мы с вами сейчас о них поговорим. То есть, в первую очередь, мы смотрим вот на эти гласные. Итак, давайте какие-то примеры разберем. Значит, какие существуют. Начинается, например, на a, на букву a. Яблоко. N. An apple. An apple. Яйцо. N. Egg. An egg. Слон. N. Elephant. Elephant. An elephant. Далее, на a, что он начинается на a? An idea. An idea. Идея. An idea. Далее, на o. У нас, помните, с вами было апельсин. An orange. An orange. An orange. Что касается, видите, ведь многие говорят тоже, смотрите, n, мы ставим n, когда начинается на гласную и перечисляет вот эти буквы. На самом деле, совсем так. Потому что нужно знать, что вот хотя относят вот эту букву u к гласным, то y – это согласный звук в английском языке. И поэтому, например, есть такое слово, как университет. University. University. Значит, соответственно, мы говорим университет. A university. A university. То есть, нужно запомнить, что мы, когда говорим о гласных звуках, в первую очередь, говорим об этих, соответственно, буквах. Если е, то это согласный звук, поэтому a. A university. Но, например, может быть не е, а другой звук. Например, есть такое слово umbrella. Umbrella. Umbrella – это зонт. Если видите a, звук a, да, это, соответственно, получается гласный звук. А если е, это согласный e. И то же самое, видите, с этой буквы. То есть, обычно ее относят к согласным звукам, но иногда к гласным тоже. Например, помните слово йогурт. Йогурт. Значит, вспоминаем слово йогурт. В принципе, легко вспомнить. Это так и будет. Йогурт. Йогурт. Получается, соответственно, если мы говорим там один йогурт, два йогурта, так тоже можно сказать. Мы говорим, соответственно, a йогурт. A йогурт. A йогурт. То есть, здесь самое важное запомнить вот эти как раз буквы. Что касается буквы U, нужно запомнить, что Е – это согласный звук. А так она может, соответственно, и быть гласным звуком, как здесь. Видите, an umbrella. Внимание вот на это. И далее, также есть некоторое существительное, перед которым мы не ставим неопределенный артикль. Значит, это называется e или n. И в английском языке это называется неопределенный артикль. Значит, мы его с вами используем. Также есть определенный, значит, планировано также о нем далее поговорить. Неопределенный артикль. Вот нам нужно пока это. И здесь как раз нужно его употреблять. Неопределенный артикль. Также бывает, когда нет артикля. Значит, нет артикля, когда... Вот, есть и существительные неисчисляемые. Например, время. Нет артикля. Нет артикля. Информация Information Нет артикля Музыка Music Нет артикля Помощь Нет артикля То есть мы не можем сказать Одна музыка, две музыки, одна помощь, две помощи Так не говорят, поэтому артикля нет Вот на это обратите внимание Давайте с вами повторим и сделаем Некоторое практическое упражнение На основе того, что мы с вами разбирали Итак, a или an Неопределенный артикль Видите, a dog A cat I see a dog I see a cat An apple An egg An elephant An idea An orange An orange An university An umbrella A yogurt Time Money Information Music Help Отлично И теперь задание Помните, мы с вами разбирали алфавит Задание Поставить правильный артикль То есть, a или n Если он нужен перед этими словами Например, какое первое слово Видите, apple Видите, начинается на какой звук Гласный или согласный Гласный звук Поэтому, an apple Ну, на самом деле, только поначалу так приходится думать Гласный или согласный Со временем уже все на автомате Уже не думаешь Гласный, согласный Вы просто уже услышали там, не знаю, 50-100 раз An apple И по умолчанию это используется An apple Далее Бол Значит, я не перевожу По умолчанию вы должны уже привыкать К тому, что уже должны помнить Значение этого слова Итак, ставим артикль A ball Book A book Далее, вот Бизнес Значит, что можно сказать по поводу слова Бизнес Значит, часто это неисчисляемое Бизнес Но, в принципе, можно и сказать Один бизнес, два бизнеса, три бизнеса То есть, можно сказать, у него, например, два бизнеса, три бизнеса То есть, соответственно, можно также поставить и артикль A В принципе Хотя часто бизнес и неисчисляемый Здесь нужно смотреть на контекст Действительно, есть в английском языке такие слова Когда иногда могут быть иисчисляемыми или неисчисляемыми в зависимости от контекста То есть, если просто заниматься бизнесом То есть, бизнесом как понятие какое-то абстрактное, то не нужен А если действительно какой-то бизнес, компания, то нужен Далее Ставим артикль, если нужно Здесь будьте внимательны Видите, классный звук, поэтому An egg A fox A father Значит, далее смотрим на следующее слово Видите, information Начинается на гласную Но подождите, это исчисляемое или неисчисляемое? Information Мы не можем сказать одна информация, две информации, три информации Так не говорят, это неисчисляемое Поэтому артикль здесь не нужен Прочерк information То есть, определенно здесь нет артикля То есть, мы не можем поставить A или N Это неправильно Далее Здесь думаем Гласный звук Можно посчитать Там одна идея, две идеи Поэтому an idea Значит, давайте еще раз для закрепления как раз это повторим Итак An apple A ball A book Business A cat A car A company A dog A day An egg A fox A father A game A house Information An idea Далее, ставим артикль A или N Если он нужен A jacket A kin Вот эти слова вы должны были же отработать в первом уроке Если подзабыли, значит еще раз прослушайте Далее A line A man A mother A minute Два сами подумаем по поводу money Значит, вообще в английском языке money считается неисчисляемой Это нужно запомнить Есть, например, там доллары, евро Это исчисляемое Но именно слово деньги в английском языке неисчисляемое Это нужно запомнить Поэтому прочерк Далее A nose Значит, an orange Значит, мы с вами говорили Что orange может быть иметь значение Может иметь значение апельсин An orange Или оранжевый Значит, еще раз хочу подчеркнуть Что артикль мы с вами ставим Именно если существительное Как здесь Если оранжевый, то артикль не нужен Само слово по себе Мы с вами будем также разбирать Нет реконструкции И сочетание, где нужен Но если просто слово оранжевый То не нужен А именно апельсин Существительное Какой-то предмет То нужен An orange Далее Также смотрите Значит, артикль не нужен Когда Что видите, у нас здесь с вами Там мы В начале урока писали Значит, когда неисчисляемое Или когда множественное число Тоже сразу хочу вам сказать Когда множественное число Номерное слово люди Это people Люди Значит, далее мы подробнее с вами поговорим Также про множественное число Как оно образуется Но просто здесь тоже лучше сразу сказать Когда видите, неисчитаемое Или множественное число Поэтому смотрите Если мы как раз посмотрим наш пример Видите, people Люди, множественное число Поэтому мне определенный артикль не нужен Мы не можем сказать A people Или an people Нет Далее A person A problem A question A risk Так, давай еще раз повторим A jacket A king A lion A man A mother A mother A minute A minute Money A nose An orange An orange People A person A person A problem A question A risk Далее A student A student A student Подумаем про слово time Время Ведь они неисчисляемые, поэтому артикль не нужен Посмотрите на это предложение Time Is money Время Деньги Видите, здесь нет артикля А что это неисчисляемое Видите, time И money Нет артикля Видите, уже более сложные вещи пошли Даже программа немножко зависла Значит, time Нет артикля И money нет артикля Это неисчисляемое Тоже на это обращайте внимание Я просто хочу заложить прочную базу Чтобы вы действительно правильно знали английский Был бы такой фундамент Очень крепкий Далее, видите, здесь University Думаем об артикле Значит, мы с вами говорили Е это согласный звук Поэтому A university A university Далее, думаем A Violin A violin A woman A box Вот что кажется слово йогурт Вот смотрите Мы можем сказать, что Один йогурт Два йогурта Три йогурта То есть, можно посчитать И, соответственно, можно поставить артикль Значит, мы с вами говорили Что Е Это согласный звук То есть, это согласный звук Да, поэтому A A йогурт Но Также йогурт может быть, например, как Какое-то вещество Соответственно, тоже может быть Неисчисляемый Иногда в некотором контексте Но по умолчанию Мы говорим Один йогурт Два йогурта Три йогурта Так тоже можно Поэтому A A йогурт Далее Один зоопарк Один зоопарк Другими словами Вы смотрите Э Или Эн Означает Один То есть На английском Один Это будет One То есть, можно сказать Или, например, A student Студент Или другими словами Это One Student One student Один студент Ну, просто принято говорить Не one А, как использовать Этот неопределенный артикль Значит, отлично, друзья мои Давайте вам повторим И сделаем еще Далее Некоторые упражнения Итак A N One A student One Student Time 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 is money A university A violin A woman A box A йогурт A zoo Значит, далее с вами, друзья мои Пройдем такой конструкции, как это Вот, если вы указываете на что-то И говорите Это То вы используете конструкцию This is This is И далее, соответственно Вы используете Или Э Или Эн Или если неисчисляемое То Ничего Например, смотрите Вот, вам говорят Это Это Отель Как это будет Это Отель Это Указывают и говорят Что будет This Is Отель Значит, отель на английском языке Будет Как Нужно правильно еще произнести Почему-то многие говорят, что это Hotel Но это не Hotel Это Hotel Ударение именно На последний слог Даже в известных песнях Часто То есть нередко Произносят Это слово Неправильно И многие так и запоминают Но это Hotel И также ставим Артикль Соответственно Согласный звук Поэтому This is A hotel This is A hotel Это Отель Далее Потренируемся Эту конструкцию Потому что на самом деле Важно, чтобы вы уже думали На английском языке Думали Например, вы видите Вот выглянули Там в окно Идете по улице Вот я вижу Машина Вот можно сказать просто Машина Это будет К Но вы можете уже привыкать К правильному артиклю И сказать ЭК ЭК А можете уже привыкать К конструкции какой-то Думать уже не просто словами Не просто знать набор слов А уже строить предложение И можете сказать Это машина This is A car This is A car Значит, пока Такие вот простые конструкции Особенно На самом деле Для занятий с детьми Они учат слова какие-то И можете сказать Это машина И так же на английском This is A car То есть Поначалу Чтобы знали слова Car Потом и привыкать This is A car Далее Например Это яблоко Опять же Видите This is Яблоко Сразу ставим артикль An apple This is an apple То есть здесь нужно следить За артиклем Если, например Такое предложение Это деньги Вот вы указки И говорите This is Значит, деньги неисчисляемые Артикль не нужен This is money Но с этой конструкцией Редко используются Неисчисляемые Обычно Иисчисляемые Поэтому или Э Или Н Выбирайте В основном Это Э Реже Н И реже Это просто без артикля И так тренируемся Друзья мои Используем те слова Которые мы с вами Проходили в рамках Нашего плейлиста В первом уроке Думаю вы их Освежили Подучили И так Ну нет Это может быть новые Это книга This is A Book This is a book Это университет Это This is Университет Значит если не успеваете Делайте паузу Мы просто искусственно не можем Растягивать урок На 2 часа Потому что если будет Там соответственно Целый полис Это сколько это времени Поэтому кто не успевает Значит делайте паузу Мы выбираем золотую середину This is Университет A University This is A university Это пиджак Или это куртка У нас с вами есть слово Jacket Значит основное значение Куртка Также переводится на это Как пиджак This is A Jacket This is A jacket Это скрипка This is A violin This is a violin Это мяч This is A Ball This is a ball Это коробка This is Коробка A box This is a box Это апельсин This is An Orange This is An orange Апельсин Это дом This is A house This is A house Это кот This is A cat This is A cat Действительно Когда мы Учим слова Как это будет Слово на английском Спрашивают Мы говорим Такое This is Это This is A cat This is A house И так далее Очень важно Сразу Начинать Строить Предложения Чем мы Сами Занимаемся Или Например Здесь же Скажем Это лев Дети Очень любят Именно Когда какие-то Вот Животные Упоминаются Соответственно This is A lion This is A lion Повторим This is A N This is A hotel This is A car This is An apple This is Money This is A book This is A university This is A jacket This is A violin This is A ball This Is A box This Is An orange This Is A house This Is A cat This Is A lion Далее Это Автобус Вы действительно Вы идете По улице И видите Какие-то Предметы Часто видите Автобус И говорите Это Автобус This Is A bus This Is A bus И вот Вы следите Когда Встретите В следующий раз Автобус И видите Далее Следите За какими-то Объектами Например Такси То же самое Такси Будет Taxi Если Артикль То это A A taxi Видите Такси Можете Так же Подумать И сказать This Is A taxi This Is A taxi Или Например Восторг Обычно Вызывает Особенно Детей Вертолет Спрашивают Как будет Вертолет Вертолет Будет Helicopter Helicopter Артикль A helicopter Получается Это Вертолет This Is A helicopter This Is A helicopter Или Например Церковь Проезжаете Или Идете Мимо Церковь Церковь Church 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 This Is A church This Is A church И так же Очень Любят Когда Обычно Какие-то Животные Особенно Дети Это Обезьяна Обезьяна Is Обезьяна A monkey This Is A monkey Это Медведь This Is A bear This Is A bear Это Волк This Is A Wolf Волф Наверное Отсюда Как волк Делает Ву Ву Или здесь Как раз Волф Волф Это как Ву Просто Ву Волф Ву Волф Отлично И так Еще Здесь Одно Продолжение Разберем Это Змея This Is A Snake This Is A snake Как Змея Делает This Is A snake Snake Видите Конечно К некоторым словам Легко Подобрать Ассоциации Такие Как Dog Можно Гафнуть Cat Помяукнуть Вулф Ву Сказать Снейк Ш Но Другим словам Посложнее Тем не менее Важно Именно привыкать К предложениям Что мы и делаем И так Давайте с вами повторим Итак This Is A Bus This Is A Taxi This Is A Helicopter This Is A Church This Is A Monkey This Is A Bear This Is A Wolf This Is A Snake Далее Это Яблоко Яблоко Это яблоко Яблоко Это яблоко Is В принципе Мы сами говорили This Is An Apple This This I Просто Вспомнили Что артикль Именно This Is Apple Это яйцо This Is An Egg Это зоопарк Это студент Это лиса Это собака Это ручка Это карандаш Итак, повторим Отлично, друзья мои! Мы с вами разобрали конструкцию this is Эта конструкция очень полезна используя, когда учите какие-то новые слова Или говорите, что такое это новое слово Но на практике очень часто встречается другая конструкция Значит, это мой или это мое Давайте с вами эту конструкцию с вами также здесь изучим Это конструкция this is my И здесь нужно запомнить, что если у вас есть протяжательное местоимение, в частности my То артикль здесь не нужен Например, вы хотите сказать Ты хочешь сказать Это, например, моя семья Вот вы указываете и говорите This is Моя семья My Family This is My family This is my family Это Мой отец This is This is My Father This is my father Это моя сестра This is My Sister This is my sister Это мой друг Также Конструкция Вы используете Очень часто Когда, например, люди встречаются Знакомятся Это, например, это мой друг Это, соответственно, мой отец И так далее То есть Сами скажем Это мой друг This is My Friend This is my friend Скажем так же Это моя сестра This is My Sister Это мы говорили Точнее, это мой брат This is my Brother This is my brother Далее Это мой дом This is My House This is my house Это моя квартира This is my Квартира Это Flat А также встречается Слово Apartment Отсюда Апартаменты Apartment This is my flat Это моя квартира Или This is my apartment Помолчание Помолчание Споин слово Flat Или, например, скажем Это моя комната This is My Room This is my room Это мой Компьютер Это мой This is my Компьютер Компьютер This is my Компьютер Все видите, обратите внимание, что когда my, у вас артикль не нужен Так давайте еще раз повторим This is my This is my Family This is my father This is my sister This is my brother This is my friend This is my house This is my flat This is my room This is my Компьютер Также На практике Часто встречается Конструкция Как уже мы говорили Я вижу Я вижу Это I see Не забываем Само здесь про Артикль Действительно, когда вы уже начинаете говорить на английском языке Можете говорить, например Это машина This is a car Когда На самом деле На начальном этапе То есть, когда Вот Почекнуть, чтобы запомнить это слово This is a car Но, на самом деле Логичнее сказать, наверное Я вижу машину Я вижу Я что-то вижу I see То есть, логично даже использовать эту конструкцию Давайте потонируемся Итак Я вижу машину I see A car И не забываем про артикли Кажется, что вас поймут Если скажете просто I see К Да, вас поймут Но это очень большая ошибка считается I see A car Поэтому давайте говорить правильно I see A car Я вижу автобус I see A bus I see A bus Я вижу Такси I see Как мы с вами скажем Опять же, если вы скажете I see Такси Это неверно Почему I see Такси Неверно Потому что Это не такси А такси И артикль I see A taxi Я вижу проблему I see Проблему A problem I see a problem Я вижу Женщину I see Женщину A woman I see A woman Я вижу Мужчину I see A man I see A man Я вижу Тигра Изучайте какие-то слова Действительно Тоже это полезно Когда Видите какую-то картинку Я вижу Тигра I see A tiger I see a tiger Это первое В общем полезно Для детей А так в принципе Можно и без этого I see a tiger Я вижу Отель I see A hotel I see a hotel Я вижу Университет I see Университет A university I see university Я вижу Собаку I see A dog I see a dog Я вижу кошку I see A cat Я вижу Парк Я вижу Парк Я вижу Банк Я вижу Банк Я вижу Супермаркет I see A Supermarket I see A supermarket Супермаркет И так I see A car I see A bus I see I see A taxi I see A problem I see A woman I see A man I see A tiger I see I see A hotel I see A university I see A dog I see A cat I see I see A park I see A bank I see A supermarket Я вижу Школу I see Школу A school I see A school Я вижу Госпиталь Я вижу Госпиталь Или больницу I see A hospital Я вижу Аэропорт I see Значит, аэропорт будет Airport Airport Осталось выбрать правильный артикль Гласный звук поэтому Энна I see An airport Я вижу Ресторан I see Ресторан A Рестарант I see A restaurant Я вижу Кафе А I see Э Это не читается не Кафе А Кафе Кафе Звук Э К Это Фей Кафе I see Кафе I see Кафе Далее Я вижу Мальчика Эти Конструкция Очень полезная Можете Идти по улице И говорить I see Перечислять предметы I see Мальчика A boy I see A boy Я вижу Девочку I see A girl Girl Это девочка И также девушка I see A girl Я вижу Поезд I see A Поезд Train I see A train Я вижу Самолет I see Самолет Airplane Иногда Также просто Говорят Plane Кратко Самолет Plane Мы по умолчанию Используем Airplane Слово Здесь гласный звук Поэтому Обучается I see An airplane I see An airplane Я вижу Вертолет I see A Вертолет Вспоминаем Как будет Вертолет Helicopter I see A helicopter Я вижу Учителя I see Учителя A teacher I see A teacher Итак I see A school I see A hospital I see An airport I see A restaurant I see A cafe I see A boy I see A girl I see A train I see An airplane I see A helicopter I see A teacher Друзья мои Отлично Мы с вами Поработали Мы вкратце Ответили В рамках Нашего полиста На ваши вопросы Некоторые Далее Погрели Про непрудный артикль Когда ставится Когда не ставится Отработали Это с вами На практике И освежили Как раз Те слова Которые Мы с вами Разбирали И далее Мы с вами Уже Строили Целые Предложения Используя Конструкцию Видите Вначале This is Потом This is my Поговорили Что артикль Не нужен И такую Ходовую Конструкцию Как I see То есть За два урока Мы с вами Разобрались С артиклями И уже Строим Предложения Это чудесно Друзья мои My friends Мои друзья Thank you Продолжение следует